Чтобы оформление гражданства РФ для ребенка прошло без лишних хлопот, необходимо внимательно изучить процедуру и все тонкости этого процесса. Главное – это четкое понимание, на каких условиях ваш малыш может стать российским гражданином, и внимательное изучение изменений, которые происходят в законодательстве. Кто получает гражданство по факту рождения? С юридической точки зрения различают два процесса вступления в российскую принадлежность оформления и получения. Последний подразумевает, что ребенок, только родившийся на свет, становится гражданином РФ автоматически. Речь в данном случае идет о таких ситуациях. Оба родителя граждан РФ. У новорожденного есть только один родитель, который принадлежит к российскому государству, один из родителей гражданин. РФ, а второй – лицо без какого-либо гражданства или о его месте пребывания нет никаких сведений, гражданство ребенка, рожденного в России, является неоспоримым, если или отец, или мать смогут. Подтвердить свою российскую принадлежность, оба взрослых иностранца, факт рождения произошел на российской территории, а родина обоих родителей отказывается присваивать новорожденному. В свое подданство, малыш находится в Российской Федерации, а о его опекунах или родителях никакой информации нет. При условии, что в течение полугода они не объявятся. Во всех остальных случаях ребенку предстоит пройти процесс оформления гражданской принадлежности к РФ в обычном порядке. Кроме того, следует учесть, что вся процедура, связанная с узакониванием статуса малыша, сегодня делится на три разновидности, обусловленные годом его рождения. Дети, родившиеся после 2007 года. Этот путь окажется самым простым, не требующим соблюдения большого количества формальностей. Касается он, однако, только тех случаев, когда присваивается статус автоматически. В этом случае, по факту рождения в родильном доме, новоиспеченные родители получают справку с указанием места рождения малыша, подписью врача, который этот факт удостоверил, а также основных. Метрических сведений. С этим документом отец или мать отправляются в ЗАГС, где нужно предоставить свидетельство о заключении брака, паспорт и справку из роддома. Этот пакет документов позволит получить свидетельство о рождении нового члена общества. Далее предстоит поход в миграционную службу с заявлением, свидетельством, полученным в ЗАГСе и паспортом. Через 10 дней можно прийти и забрать удостоверение личности вашего малыша с поставленным в нем штампом, подтверждающим его российскую принадлежность. Теперь вопрос, где получить вкладыш о гражданстве РФ ребенка не стоит. Его заменил обычный штамп. Дети, рожденные в период между 2002 и 2007 годом. А вот если ваш малыш появился на свет между 2002 и 2007 годом текущего столетия, тогда ситуация выглядит несколько иначе. В этом промежутке как раз выдавались те самые вкладыши. Обратите внимание, они не утратили свою юридическую силу, а потому заменять их на штампы надобности нет. Выдавался вкладыш сразу же по факту рождения. Сам по себе он уже является подтверждением гражданской принадлежности, но при соблюдении некоторых условий, если российское гражданство родителей обозначено в свидетельстве. Место рождения их наследника при этом значения не имеет. Гражданство ребенка, если один из родителей иностранец, а второй россиянин, можно также получить по указанной схеме. Но в случае, если местом рождения была Россия, если один родитель россиянин, а о втором ничего не известно или он не обладает каким-либо гражданством, но в свидетельстве должна непременно стоять об этом отметка. Дети, которые родились до 2002 года. Чуть сложнее выглядит процедура. Если факт появления на свет был зарегистрирован до 2002 года, а документ, который может подтвердить российскую принадлежность, например, паспорт РФ, отсутствует. В этом случае пройти процесс придется в обязательном порядке. Итак, какие документы нужны для оформления ребенку гражданства? Заявление, бланк заявления можно скачать тут. Свидетельство, подтверждающее факт рождения будущего россиянина. Удостоверение личности заявителя, родителя или опекуна, в котором должна быть указана его прописка. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит. Документы, которые могут подтвердить основания признания принадлежности кандидата к РФ. Если один из родителей иностранец, тогда в отделении миграционной службы могут попросить написать заявление о том, что между родителями отсутствует соглашение, которое определяет гражданскую. Принадлежность ребенка. Порядок изменения гражданства детей в общих чертах предполагает, до 14 лет гражданская принадлежность изменяется вместе с родительской, 14-18 лет, при наличии их согласия, от 18 лет дети. Могут решать сами. При этом, если взрослые лишены законных прав на своего отпрыска, никакого согласия от них на смену гражданственности не требуется. Если же в гражданство РФ вступает или отец или мать, тогда малыш также может сменить свое подданство по ходатайству одного родителя и при согласии второго. Если же отец или мать, наоборот, выходят из своей российской гражданской принадлежности, их ребенок может в ней остаться и далее. Выйти из нее он сможет по заявлению одного из взрослых при согласии второго, но при условии, что лицом без гражданства не останется. Как получить российское гражданство. Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!